О злопамятстве. Из поучений святаго Иоанна Златоустого на книгу «Деяния апостольских». Что хуже этого неистовства? Всегда мучатся, раздражаться и воспламеняться. А таковы души злопамятных. Они, как скоро увидят того, кому хотят отомстить, тотчас же выходят из себя. Услышат ли его голос, падают и дрожат, лежат ли на постели, придумывают тысячи мучений, как бы поразить и растерзать своего врага. А если при этом увидят его благоденствующим, о, какое для них наказание! Прости же другому проступок его и избавь себя от мучения. Для чего ты непрестанно мучишь себя, чтобы однажды поразить и наказать его? Для чего причиняешь самому себе изнурительную болезнь? Для чего продолжаешь гнев свой, когда он готов прекратиться? Да не продолжится гнев ваш даже до вечера, говорит Павел, Ефесянам 4, 26. Он, как бы какая тля и моль, подъедает корень нашей души. Для чего удерживать внутри себя этого дикого зверя? Лучше положить змея или эхидну на сердце, нежели гнев и памятозлобия. От тех скоро можно было бы нам освободиться, а этот остается постоянно, вонзая свои зубы, впуская свой ад и возбуждая злые помыслы. Я делаю это, скажешь, для того, чтобы тот не стал смеяться надо мною, не стал презирать меня. Жалкий и безрассудный человек, ты не хочешь быть посмечившим для подобного тебе раба, а подвергаешься неблаговолению своего владыки. Не хочешь быть презрений у равного тебе раба, а сам презираешь владыку. Не можешь нести презрения человека, а не подумаешь, что ты прогневляешь Бога, посмеваешься над ним, пренебрегаешь им, не оказывая ему повиновения. А то, что он не будет смеяться над тобой, это очевидно. Если станешь мстить, то будет великий смех, великое презрение, так как это дело малодушие. Если же простишь, то великое удивление, так как это дело великодушие. Но тот, скажешь, не узнает этого. Пусть узнает Бог, чтобы ты имел зато большую награду. Взаймы давайте, говорит он, не ожидая ничего получить возврат. Лука 6, 35 Будем благодетельствовать тем, которые не чувствуют, что им благодетельствуют, чтобы они, воздавая нам похвалы, или что другое, тем не уменьшили наши награды. Если ничего не получим от людей, то тем больше получим от Бога. Что смешнее, что грубее души, непрестанно гневающиеся и желающие мщения. Это женское и детское желание. Как та гневливая жена гневается на и бездушные вещи, и пока, хотя не топнет, а пол не оставляет своего гнева. Так и эти злопамятные желают отомстить своим оскорбителям, и делаются сами достойные смеха, потому что увлекаться гневом, свойственно детскому уму, а преодолевать его возмужалому. И так не будем по смеянии, когда окажем любомудрие, а они оскорбители. Не покоряться страсти – дело людей непрезренных, а презренным свойственно бояться смеха других до такой степени, чтобы из-за этого решиться покоряться собственной страсти, оскорблять Бога и мстить за себя. Это поистине достойно смеха. Будем же избегать этого. Пусть тот говорит, что он причинил нам тысячу зол, а сам ничего не потерпел от нас. Пусть говорит, что если он еще и поругается нам, так же не потерпит ничего. Если бы он захотел хвалить нас, то и не иначе бы стал бы проповедовать о нашей добродетели. Не иные стал бы употреблять слова, как именно эти, которыми он думает унизить нас. О, если бы все говорили обо мне, что это человек холодный и жалкий. Все оскорбляют его, а он терпит. Все нападают на него, а он не мстит за себя. О, если бы прибавили еще, что он даже и не может сделать этого хотя бы и хотел. Не похвала была бы от Бога, а не от людей. Пусть говорят, что мы не мстим по трусости. Это нисколько не вредит нам. Бог видит и уготавляет нам большее сокровище. Если бы мы стали смотреть на тех людей, то лишились бы всего. Будем же смотреть не на то, что о нас говорят, а на то, что нам должно делать. Некоторые говорят, пусть не смеется надо мною, пусть не издевается. О, безумие! Никто, оскорбивший меня, говоришь, ты не смеялся надо мною, то есть я отомстил. Но потому ты и достоин посмеяния, что отомстил. Откуда явились эти слова, постыдные и гибельные, не извращающие душу, жизнь и общество? Нет голосок ли сопротивления Богу? Что делает равным Богу? То есть не мстительность? То почитаешь ты смешным. Не вправе ли смеяться над нами и мы сами, и эллины, когда так говорим мы вопреки Богу? Хочу рассказать нечто бывшее в древности, касающееся не гнева, но имущества. У одного человека было поле, в котором было сокрыто сокровище, о чем господин ничего не знал. Это поле он продал. Купивший, раскапывая землю, чтобы разработать и насадить ее, нашел сокрытое сокровище. Продавший, узнав об этом, пришел к купившему и стал насильно требовать себе сокровища. Я, говорит, продал поле, а не сокровище. Тот отказал ему, сказал, что он купил поле вместе с сокровищем и ничего более знать не хочет. Начали тяжбу. Один надеясь получить, а другой стараясь не отдать. Нашедши какого-то человека, они обратились к нему с этим делом и спросили его, кому должно принадлежать сокровище. Он не дал ответа, но сказал, что разрешить тяжбу их, пусть он будет господином сокровища. Взявши его себе с и согласия, он испытал впоследствии много зла от этого сокровища и на деле убедился, что не напрасно они отступились от него. Подобным образом должно поступать и по отношению ко гневу. Мы должны стараться не мстить, а оскорбившие признавать себя виновными. Но, может быть, это кажется смешным. Когда слишком усиливается это безумие, то люди благоразумные смеются, и среди множества неистовствующих, непричастный их неистовству, также кажется неистовствующим. Потому, увечивая вас, будем терпеливы, не станем выходить из себя, чтобы, очистившись от этой гибельной страсти, мы могли сподобиться Царству Небесное, благодатью и щедротами Единородного Сына Его, с которым Отцу со Святым Духом слава держа во честь ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пойдем, пойдем, миром Господу, помолимся.